алексей панин родился 10 сентября 1977 года в москве актер лауреат государственной премии россии помимо звездных ролей в кино известен громкими политическими заявлениями экстравагантными выходками и скандалами имеет четверых детей лёша добрый вечер я очень рад что мы с тобой сегодня встречаемся я скажу дождите сейчас ладно да я тогда готовился к твоему интервью очень переживал потому что знал что она будет резонансная лишь ты знаешь волновался волновался все будет хорошо какая ирония судьбы смотри мы с тобой когда-то встречались когда между россией украины были отличные отношения не очень стыдно зато интервью сегодня не это мне нравится сегодня мы вынуждены с тобой встречаться не в киеве не в москве а в стамбуле ты представляешь до чего дошло все что для того чтобы сделать интервью нужно прилететь в стамбул ну наверное тоже много чего намолол своим языком мы еще поговорим об этом да ты знаешь я я хочу сказать что я очень тебя уважаю ты замечательный актер ты профессионал божьей милости нет я хочу тебе сказать то что я тебе думаю я всегда это делаю и я знаю что я знаю что я знаю что мама с трехлетнего возраста уже да пророчила тебе актерство и видела тебя только в звании народного артиста советского союза моя мама встречалась ты помнишь анатолий армашина да ну многие но сейчас многие люди просто не помнят его аристократ ленинградец моя мама у нее был роман с анатоличем ромашином и она ему говорила о том что мой сын будет артистом и она тебя очень хотела видеть народным артистом советского союза видишь не слышал скажи пожалуйста в скольких фильмах ты сыграл ты считал когда не не помню дим наверное больше 150 ух но это сериалы все говно вместе ну то есть ты понимаешь да хорошие плохие говна много было сказать говна очень много было а вот денег не было хотелось зарабатывать приходилось зарабатывать а вот фильмы за которые тебе не то что не стыдно которыми ты гордишься какие никаких да ты что с тобой когда ехали сейчас из аэропорта ты мне говорил про жмурки нет никаких я тебе рассказывал про кино который мы вчера посмотрели авторская у меня таких к фильмам я не снял суберта лучше что стоп вру вру сейчас меня обосрут горжусь за ночь светла была я на но не горжусь а роману гургеновичу привет да скажем конечно да это великий режиссер и не то что горжусь я там тощий он меня еще в сука раздел ты представляешь он заставил меня раздеться в кадре я обычно раздеваюсь ну в жизни в кадре лучше не развиваться я не я не не арнольд шварценеггер не лучше слушай ты говоришь что нет хороших фильмов что жизнь не удалась тебе 42 года нет нет я говорю о профессиональной жизни а кино я ничего не лукавлю с тобой ну я нет я не снялся в таких фильмах как снялся дикаприо поймали сможешь меня нет скажи но ты себя считаешь хорошим актером вот он очень хорош я считаю слава тебе господи я тебя точно считаю прекрасным актером давай мы сейчас зрителю расскажем ну давай давай я очень готовился к этому интервью правда я очень боюсь самолетов и когда я сюда летел я очень напился я диме обещал что сейчас я приду на интервью и соберу все свои силы я буду выглядеть нормально я изо всех сил стараюсь я сейчас тигры правду ты сейчас меня можешь развести на что угодно если я в москве еще думал о том что я правильно что-то скажу неправильно что-то скажу скажи пожалуйста вот и снимался в огромном количестве картин ты имел счастье сыграть с великими актерами у великих режиссеров вот что-то запомнил больше всего кого я не могу назвать одного человека был дядя витя павлов но левченко которая вместо встречи изменить нельзя был валерий михалов приемахов холодное лето 53 к сожалению сейчас мы сейчас тобой это говорим и и для них это не ну вот кто будет смотреть они даже не знают да ладно дим давай не знают ты меня спрашиваешь что мне запомнилось для меня это была целая эпоха а для них же ничего это не значит скажи пожалуйста ну вот и очень органичный актер ты живешь в кадре ты не обманываешь не дуришь зрителя ты видел актеров о которых ты бы мог сказать вот великие инковский чем он брал я заплачу где-то с ним снимался нигде ты говоришь сейчас как поклонник великий как тебе кажется он был великим за счет своего арсенала актерского бог дал вот так ну подарил просто боженька ты все он наш мы я снимался какой-то бездарной программе типа ну там артисты меняют профессию но такое за деньги в бабло платили нам чтобы мы на телеке покрутились и алик иванович в этот момент у них был спектакль это было в театре наталья сад и он идет по коридору и журналисты за ним бегут а панин может или как повернулся панин может все я вот на всю жизнь запомнил его слова панин может все я так ему благодарна конечно он соврал но это было очень приятно какие режиссеры оставили глубокий след у тебя в душе у которых ты играл масленников играть шерлок холмс зимняя вишня конечно бездарная алла вишна сурикова бездарная так люблю хорошо подожди человек с бульвара капуцина в ее фильм хороший фильм она меня убьет сейчас я тебе сейчас все сказал знаешь караченцев караченцев на дне рождения у ней сказал алла вишна за вас что у вас снимаются такие артисты как мы не было бы нас она потрясающая женщина она красотка она очень бездарная она киевлянка между прочим а я ее прости я ее очень люблю она алла и нишна она в добрейшей души человек наш как познакомились я был ну не то что начинающим артистом по моему жмурки уже были или не были не помню с поворота с мосфильма а у меня я машину себе купил первую дорогую это какую дорогую то ли мерсендес не помню x5 с размахом вольву наверное так поворачиваю способ с мосфильма и алла винишна на своей машине а у ней и мы синий стафор и встречаемся и она говорит лишь она же когда известный артист она сразу затаскивала к себе и она мне длил а как меня снимешься я нам не перезвонила потом через несколько недель и я снялся у нее фильмы человек с бульвара ой этот алюмирую погоду вот тоже тоже шедевр это было последнее к новинопленку последнее потом она уже на пленку не снимала лишь у тебя очень интересная жизнь ты много ездишь по стране встречаешься сейчас уже мало хорошо тем не менее ездил давай скажем и встречался с огромным количеством ярких талантливых просветленных людей скажи пожалуйста вот кто произвел на тебя такое впечатление что может быть сделать тебя немножко другим ну как зон с другим вы общались я его люблю просто несмотря на нашу политическую направленность я его очень люблю и вы сюда выйдешь они мне сейчас пишут все вы не согласны с путиным а а его сюда лучше было его правой рукой как же вы можете его любить игра ну так как то так я его тоже любил он замечательно я видел твой интервью с ним она интервью я не помню а ну его сюда лучше просто прекрасно ты знаешь я очень люблю фильм балабанова жмурки очень люблю и я тебе скажу что когда мне грустно или тоскливо я его включаю во первых это фильм который показал жизнь огромной страны целого поколения а ты его не любишь как я могу не любить я не могу его не любить потому что мне принесло популярность как я могу не любить люблю ну просто я считаю что у лёша балабанова было другие фильмы более ну мне не повезло я снялся ну жмурки это комикс это пародия это не все понимают кстати мне было приятно если пояснялся бы у него в какой-нибудь фильме брат ну либо как лёха серебряков где он снимался груз 200 ты понимаешь это это тяжкий фильм но он авторский да а жмурки это все-таки балабанов великий человек великий режиссер безусловно но только сожалению когда мы познакомились с лёшей я считал его чертом каким-то да и он меня пригласил когда он снимал войну с чадовым он меня позвал а я же уже звездой был типа ящего себя я себя считал звездой алёша мне вот так как с тобой сейчас стояли у меня глаза посмотрел и не утвердил и я подумал какой мерзкий человек и ты представляешь я про лёшу когда он уже умер говорил что ты писаешь он он не как мы с тобой он 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 не из этого мира жена рассказывала как он стоял знаешь там на трамвайных путях в ленинграде играл глотал воск ебанутый а другой человек не мог снять такое замечательное кино правда он не отсюда ты понимаешь и я понял что он великий только когда он умер он мне звонил 4 утра мне конечно сейчас листит я сейчас всем рассказываю о том что конечно мне приятно это мы же когда снимали жмурки нельзя это говорить но дюжев жопу лизал ему а я его терпеть не мог из-за этого не дал тебе озвучивать свою роль да нет вообще по-другому все спрашивают почему гальцев же озвучил конечно юра позвонил мне в 8 утра и спросил лёш ты не против объясняю тебя а ты же не знаешь что братья первым витя сварухов не озвучивал себя да ты что конечно это полу ян питерский артист который сыграл в грудь конечно что он делал лёша ты не понял не потому что я плохо сыграл у нас дюжевым был одинаковый там тембр голоса а балабанов а сейчас объясню тебя он иногда он же творческий человек он хотел изменить немножко роль повернуть и он один артист снялся другим озвучили что у него было башки никому не понятно мы с тобой не поймем ты смотришь сейчас жмурки иногда тебе нравится да скажи пожалуйста балабанов правда ли что он снимал фильм за 28 дней я хочу тебя спросить об этом не рассказывали что люкну лёша уже тяжелый человек лёша уходил в запой и я уже с ним на последних картинах не работал вот но вот но уже на последних говорят что он раньше вообще уже не держался а когда мы снимали жмурки лёша не пил но мне мне говорили что вот 28 дней а потом лёша уходит запой то есть снимает фильм 28 дней и все и погнали таких режиссеров сегодня нет балаян вот так безусловно балаян просто роман гурген к сожалению по моему ему все 100 пиздил уже просто он уже он гений полеты во сне и наяву классное кино спросите людей ну как конечно это гениально когда ты а ты знаешь как я у кого-то меня пригласил кино нет нет это будет долго сейчас сейчас постараюсь быстрее у меня было четыре проекта параллельно четыре таксисты собака аллы лично с уриковой вот эта хуйня как она называлась алюбивую погоду и чуть еще лять и мне звонят и это вас хотят пригласить на кастинг к балаяну а уже фильм звезда вышел ты уже лауреат государственной премии блять ты же понимаешь я приезжаю а балаян это я не смотрел а мы ему персонажу которую в сорок с чем-то лет громоша хотели и балаян со мной познакомился и персписал для меня роль ты представляешь какая у меня гордость балаян для меня переписал роль когда ты полеты смотришь какие у тебя ощущения возникают себя вижу себя не провоцируй сейчас я заплачу сейчас скажи пожалуйста во время перестройки я знаю что ты хотел стать криминальным авторитетом где мы все хотели быть криминальными каким-то авторитетами потому что мы все носили барсетки давай не будем хорошо я зачитаю отрывок из досье на тебя пишут что ты поменял штук десять школ сейчас мы проверим или это так то выгоняли то сам уходил из гитиса выгоняли три раза потом сам ушел его не окончил два раза выгоняли из гитиса и ты не окончил и у тебя нет высшего актерского образования потрясающе и окончить не хотелось пришел когда уже дали государственную премию пришел гитис к теплякову к ректору и говорю не хотите меня школы чего менял выбрасывали ты хулиганил ну да выкидывали на месте не сиделось выбрасывали то за пьянку то еще за что-то ну как ну когда уже взрослый стал вот такое все из досье на тебя которая напоминает милицейский протокол периодически дерется в ресторанах и барах нет громит меня пожалуйста в отеле жалов и бегает там голый по коридорам как это правда или нет нет давай так ты дерешься или нет нет вообще нет я когда напиваюсь могу быть немножко не сдержанный меня прет у меня но вот то что вот показывают в интернете ну чтобы объясняю тебе посмотри просто люди могут сейчас прийти и посмотреть вот это это в интернете приезжаем на гастроли заходим гостиницу я спрашиваю где пописать они то ли меня не узнали то ли еще что-то я послал их нахуй послал подписывал в туалете в смысле в туалете в лифте в туалете это было бы слишком просто согласись ну и что им что-то не понравилось до сняли все это на видео и потом выложили что-ли все поле на басал для гостиницу мебель в отелях ты громишь иногда я не помню дим не помню бледну правду честно с голым по коридором бегаешь бывало а гулым то чего ну не то что белую не то что бегаю прямо чтобы вот бегать но может быть что-то выпили нанюхались да ладно ты нюхаешь нет редко у меня когда жена ушла люся когда мою дочку забрали я нюхал но это закончилось ну бывает иногда ну а вставляла когда нюхаешь смысл вставляют ну вот ты чувствовал какой-то прилив сил какой-то свежесть я не знаю вдохновение не это не прилив сил ты понимаешь что чувствует человек когда нюхает секс прет вообще все по кайфу а в творчестве творчество и наркотики несовместимая вещь да вот так даже я не совсем понимаю как можно как можно это неадекватное состояние то есть она хорошая то есть ты можешь понюхать тебя привод ты можешь подрочить на улице блять но это не не с ним это не а это не творчество она несовместимая ну подрочить на улице это конечно круто есть согласись скажи пожалуйста вот в тебе есть что-то от сергея есенина как тебе кажется все да пускай они скажут спасибо блять что у них не было интернета блять двадцать пятом году блять но он умер двадцать пятом мне люди говорили ну которые такие ну я сейчас не буду сейчас про себя мне люди говорили которые такие прошаренные что мы один и тот же человек я сейчас экспромтом спросил я тебе честно скажу вот он тоже был хулиганом был пускай они все блять в этой стране сука скажут спасибо блять что у них не было тогда интернета блять сергей лисанченко так бы продал просраться блять скажи как он бил людей бил заходил в кабак и просто бил в рожу блять потому что пьяный блять я это цветочки блять скажи пожалуйста как поэт он тебе нравится я пытался ему подражать когда когда мне было 18 лет я я хотел быть гениальным кто 18 лет не хочет быть гениальными я пытался подражать конечно мне ничего не получалось потому что я я написал сотворение про своего друга у меня друг в тюрьме сидел я написал ну про есенина немножко папа папа повторил но вот и кончился мой срок сегодня для меня откроют двери я переступил через порог перекрестивший штану на колени жалко порой пародия дешевых стоя я в цилиндре стою никого со мной нет я один и разбитое зеркало да ты фильм про есенина видел где его безруков играет ты хочешь про безрукова поговорить нет я хочу поговорить про есенина заметь это не я сказал сейчас поговорим про безруков я серёжа безруков хороший артист безусловно но такой правильный человек безруков не может играть такого неправильного человека кристина понимаешь да интересно а кино тебе понравилось нет интересно ты заговорил о безрукове скажи а есть актеры сегодня вот в российском кино чья органика тебя восхищает и ты думаешь блин почему я так не играю вы задумался начнет до долго думаешь может ты ту году скажи на эту году не знаю опять приходит в голову иенковский маковецкий хороший актер очень о безусловно о безусловно серёжа сейчас владимир абрамович это же хранили не мы же снюсе ездили и серёжа ее прям спектакль звал она его не знала да очень хорош тоже киевлянин кстати интересно все хохлы скажи мошков хороший актер не хочу говорить ты пляж ты же сейчас я же сейчас меня сейчас будет яв ругать они все ходят в кремль они не имеют право иметь такой авторитет и ну там просто все продаются просто понимаешь у мошкова театр табакова ему нужно ходить понимаю и когда ты меня спрашиваешь про артиста ты меня спрашиваешь один вопрос а я уже думаю уже на другой ответ ты знаешь я тебе что-то скажу я поменщиков очень хороший артист просто заштампованный и понимаешь понимаем ты знаешь я помню смотрел спектакль игроки по гоголю и когда на сцене появлялся меньшиков а затем сухоруков эти два человека магическим образом брали все на себя и чувствовалось вот эта аура которую которая исходила от их личности фантастически тебя спросил по поводу хороший ли он артист хорош безусловно да но просто заштампованный понятно но когда вот я это чувствовал знаешь и зрители все это числа и когда появлялся меньшиков или сухоруков на сцене сразу становился вот аура понимаешь вокруг него была и ты понимаешь что это блин артист ты понимаешь чем проблема как мне кажется это и можно сказать и ко мне и ко ко многим другим когда артист себя считает суперзвездой и он уже несет свой шлейф по-русски объяснили как то понимая ты объяснил по-русски отлично вот меньшиков это несет как и безруков а ты видел старых артистов вот старых по возрасту пожилых да которые производили на тебя грандиозное впечатление пола вообще без налета звездности вообще ну просто к сожалению и павлова никто не знает уже ну как ну как а скажи с этушим хорошие отношения у тебя были про него можно с целого просто передачу с тобой знаешь вот записать про владимир абрамович очень сложный человек да просто вот хорошие говорить про него вы же в антрепризах вместе работа конечно мы играли спектакль неаполитанские страсти а это был раньше спектакль театре вахтангова до цилиндр и там весь театр вахтангова лиды вережева стеклов но он он не работал в театре вахтангова но его при линкоме работала да и владимир абрамович на тебя рассказывал да как я пьяный а расскажи это хорошество расскажи опаздывали я сейчас диме рассказывал об этом опаздывали на спектакль ну я я ехал со съемок и напился и меня привезли я лег на стол а почему на стол не на кровать напился я лег на стол в гримерке и владимир абрамович все орали вели же вы все вопили а владимир абрамович вошел на это посмотрел что ты на сцену выйти сможешь города идем и все и вышел и вышел да и отыграл да это уж это это целая эпоха это про него можно притом писать я в другом спектакле работал с шалевичем и они друг друга не видели а я любил обоих и приезжал владимир абрамович рассказывал про него хороший слава владимир абрамович злился что я рассказываю про шалевич шалевич красавец был вообще красавец умер это целый дима это целая эпоха я счастлив что я их всех видел слушай ты на похороны ходишь вот у тяж психика подвижная ты когда приходишь на очередные похороны людей с которыми ты работал на сцене которые были твоими кумирами что ты думаешь тот момент ничего не думаю тот момент говорухину пришел на похороны на мотоцикле приехал в каске вообще в тот момент ничего потом думаю уже потом уже когда проходит это все и уже там что-то вспоминаю там такое а так когда хоронили людмилу марковну гурченко ты нес ее портрет вот так первый шел с ее по пьяной что ты даже не представляешь как мы ее хранили напились и жалью она красотка это я счастлив что это гурченко ну чё еще сказать гурченко как с ней работалось она хороший партнер работал с ней мы с ней просто были знакомы по фестивалям то есть мы вот опять-таки с балаяном мы познакомились когда я был в жюри выборского фестиваля или мило марков на меня тоже знать не знала и она меня приняла когда вот мы уже познакомились а потом уже полюбила ты сегодня вот в юности ты много пил ты сегодня столько же пьешь или меньше все таки не хватает здоровья все таки к сожалению я перед тобой только виноват что я ты ни в чем не виноват не выдержал перестань я очень боюсь самолетов я выпиваю а сейчас озвучивали вот сейчас мое кино и до приезда к тебе я бы еще раз и говорю я так готовился к твоему интервью и в интернете пишут что у тебя чуть ли не белая горячка что ты лечился от алкоголизма в больнице мой это правда скажу вижу конечно я похож на алкоголика нет не очень я похож на алкоголика я имею ввиду не до такой степени психбольницы не лечился лечился да ты что люся меня жена бросила и меня я не лечился меня просто отвезли туда у меня был срыв ты знаешь как жванецкий сказал я сейчас вспомнил когда от меня ушла жена я испытал такое потрясение ну как вам сказать напишешь первую вторую третью а в четвертой вода у тебя тоже самое было нет у меня было сумасшедший дом то есть я меня жена когда ушла я под стоял у андрея ковалева нашего олигарха ну ты знаешь да колем нет за гугли потом я стоял на ковре и потом упал и меня потом и проснулся и уже был сумасшедшим доме и не помню ты ее так любил не говори сейчас пожалуйста скажи пожалуйста ты помнишь что было в психбольнице что там с тобой делали нет нет привезли я там был дня 4 наверное мама привозила еду и я поправился на 9 килограмм потому что меня кормили кормили я прям такой вышел жопы где она сейчас твоя бывшая жена люся лос-анджелес ты тоскуешь по ней по-прежнему не хочу говорить скажи пожалуйста за что тебя любят женщины как тебе самому кажется не любят они черпят просто еще не любят есть города где бы у тебя не было женщины скажи честно мало спрашиваешь меня провоцируешь тем не менее скажи вот как тебе кажется за что тебя любят я честно тебе сказать я задаю себе этот вопрос могу найти ответа и вроде смотрю на себя страшный тощий уродливый а этим дурым трутся и прутся по поводу дур вот дура по поводу дур а из досье пишут что ты встречался с актрисами любовью зайцевой марина александровой екатериной шпицей да ну погнали каково это жить с актрисами скажи они не были известны в то время катя шпица была вообще никому не известна девочка которая была маленькая из-под стола и было не было видно и шпица да так и мы прекрасно проводили время пили чё-то похмелялись но марина александрова очень красивая талантливая ушла но это старая история сейчас уже можно об этом рассказывать марина александрова мы с ней познакомились на тусовки в клубе кино и она как раз уходила домогарова и она ходила то от домогарова то от полива домогарова у нас были с маринкой какие-то такие очень трогать отношения она домогаров тебя не бил чуть не стал недомогался пытался он даже со мной разговор мы сейчас уже помирились до пытался в драку лес нет он встречу со мной назначил ты конечно не пришел пришел да он возмущался он любил ее очень и я ее любил она хорошая актриса на твой взгляд думаю да у нее глаза интересная правда глубина есть в глазах это вот про то что мы сейчас с тобой разговаривали марине александровой не нужно сниматься в сериалах ей нужно сниматься хорошим кино чтобы вот глаза снимали ей нужно сниматься в каких-то вот авторских вещах когда ее снимают говне она говно когда она снимается в хорошем кино скажи пожалуйста александрову ты любил тот месяц да а это был всего месяц моя мама приезжала я еще белый ковер забил красным вином уронил все прям моя мама приехала и говорит блять ну что ж ты за сын такой я ее правда любил но просто это был один месяц а потом разлюбил нет мы разошлись просто она меня бросила почему у меня все как-то обреченно звучит ну да бросил она если вы знаешь я про это рассказывал у нас был такой роман который знаешь многие люди десятилетиями столько не проживают а мы вот за год а и за месяц мы с ней так взорвали все ты согласен с тем что женщины и актрисы не созданы для семьи не за долгих отношений согласен не согласен согласен не согласен как кто для кого создан это же не нужно такие стереотипы а мужчины созданы что ли ну хорошо ты ревнивый я свингер свингер это не тот кто болеет свинкой давай сразу то есть ты не ревнив я очень не люблю когда меня обманывают ну то есть когда передают ну то есть не плане секса а в плане ну что за моей спиной женщина будет с кем-то какие-то отношения устраивать и тогда ты ревнивый тебе это не нравится не нравится скажи пожалуйста допустим ты живешь с актрисой и ты знаешь что она снимается в кино где у нее постельные сцены где теоретически и практически возникают романы ну и что как как тебе дим а ты же меня спросил по поводу романов моих да мы же все приезжали на съемочную площадку да все бывает да особенно если играете любовь правда как нет вообще к этому никак не относится вообще никак не относится а можно сыграть правдивой толкали нам лежали с любой толкали на лежали в кровати и и у нас никогда не было никаких романов а скажи можно сыграть вообще любовь если нет секса вот в обычной жизни на съемках я имею ввиду не задумывался об этом правдиво сыграть любовь с химией с взглядами с мелочами думаю есть хорошие артиста можно а я же скажи хорошие ты сказал мы я считаю что ты приезжаешь на съемочную площадку ты видишь красивую женщину почему вы ее не выиграть железная логика железно это же тебе дает статус в смысле стимул приезжать на съемочную площадку для того что для того чтобы хотя бы а если там не одна красивая женщина у меня был такой вот за что ты любишь кино ты как-то сказал я цитирую мои женщины точно меня не забудут твои слова я не помню за что теперь давай подытожим они тебя не забудут ну потому что на крови много выпил так давай скажем ничего хорошего я им не принес на самом деле я наверное больше проблем создал в жизни чем добра так они поэтому тебя не забудут нет что-то хорошее тоже осталось конечно но я думаю что да к сожалению дим понимаешь я сейчас не лукавлю я бы очень хотел быть хорошим фото четырьмя голыми женщинами на яхте которая облетела весь интернет чем вы там занимались ничем это притом будешь смеяться они же придумали все в 20 раз больше там еще ребенок с нами был маленький только не это я тебя нет это мы поехали из семиза это все нудистские мы просто сняли яхту и просто фотографировали то есть четыре голых красивых женщины там еще мой ребенок был то есть там не было секса там просто вот все вот купались и загорали голые но мы нудисты в 18 лет ты стал нудистом да и купаешься у меня моя девушка привезла ася ну 18 надо меня ася привезла она ялтинская она меня первый раз в жизни привезла в крым в семица первом жизни увидел море я очень стеснялся раздеваться даже при людях и аси меня привезла на диски пляж и и с тех пор ты только на то есть только на обычный пляж вообще я один раз заходил с пьяного в канах понятно скажи пожалуйста в чем кайф нудизма дим это сейчас это неправильно ставишь вопрос это не кайф нудизма это постановка в голове все по-другому ты знаешь когда у лошади шоры вот они так да а вот они вот так ну ты почему ходишь только на нудистские пляжи чем они не потому что голые а потому что это свобода свобода я сейчас главное я пытаюсь тебя про это сказать это свобода это свобода вообще вот к мировоззрению какому-то скажи пожалуйста ты лично ходишь на нудистские пляжи чтобы себя показать или на людей посмотреть вообще не задумывался на эту тему да нет мы так живем мы же мы приезжаем семьи из у нас приезжать наши друзья белорусы мы жарим смысле мы готовим еду голые мы жарим да это мы живем то это просто вот по-другому все ты раздеваешься и ты счастлив а когда развиваются люди на которых неприятно смотреть у тебя нет отвращения нет когда ты уже в этом живешь что ты вообще даже не с пониманием к этому относишься хорошо я тебя спрошу твое обнаженное тело тебе нравится нет ужасно тощий страшный не говори мне я смотрел в интернете в общем-то там я так бы хотел бы чтобы мое тело мне нравилось в общем-то там есть что показать ты знаешь мне один народный артист советского союза без фамилии как-то говорит представляешь пришел я в сауну с другим народным артистом советского союза говорю я как у него увидел говорю ничего себе он говорит если бы он еще и стоял нет в этом плане у меня все хорошо так периодически стоит но вот если бы пчела было бы ну вот кубики были бы было бы лучше ты спортом никогда не занимался 10 лет водное поло да ты что он спорта кандидат мастера по водному полу это серьезный вид почему почему-то такой худой тогда ватерполисты такие же стаскались кино чертова скажи пожалуйста ты говоришь ты свингер в чем кайф свингерство давай разберем секс просто классно трахать свингер в каком смысле ты несколько женщин или и мужчины тоже сейчас похожи по поводу бисексуальности да мы с поговорим об этом сказал что я бисексуальный человек сколько человек максимально принимало участие в акте когда свингеры были вот около я мечтали но около 130 было а ты что где вы расположились у нас у друзей был дом на рублевке большой 130 человек да ну потому что все занимались сексом были все счастливы ты запомнил хоть тех с кем занимался конечно нет много их было вот с тобой тогда не помню 130 человек так об этом же только можно мечтать дождем это же сейчас немножко это же не совсем правильно ты ты сейчас пытаешься это сказать о том что вот секс это же это как нудизм это философия немножко другая мы же все с вами обманываем своих жен мужей мы все пытаемся что-то фантазировать а на самом деле просто можно сесть поговорить и договориться ты женой принимал участие в этом конечно то ты что и смотрел на то как твоя жена с кем-то ну конечно и ничего при этом отрицательного не испытывал можно только радоваться за него хорошо потрясающе я сейчас просто ты сейчас это смонтируешь и это на самом деле это же другая другой подход я хочу твою философию понять какая философия есть секс трахаемся получаем удовольствие какой-то философ но жена на твоих глазах с другими ну и нормально прекрасно после этого когда вы оставались не одни наедине не было никаких ассоциаций дим вообще по-другому ставишь вопрос вообще об этом не думаю ну как но это же секс есть твой человек любимый ты его любишь ты ему доверяешь когда он врет за твоей спиной а тут все честно а другое я сейчас пытаюсь отшутиться на самом деле не не мне интересно а что я скажу ну как есть это есть твоя твой близкий человек который она твой ну ну она как причем здесь секс-то ну ты заявил что не видишь ничего плохого в гомосексуальности это тоже из досье и толерантно относится к лгбт сообщества а лет не знаю 10 наверное назад в интервью мне ты сказал я ждал что ты меня это спросил я не могу не спросить просто ты сказал хотя же тебе говорил не а буквально я тебе говорил о том что ради хорошего кино как о котором мы сейчас тобой говорили да вот такого авторского да можно отсосать чего угодно да ты сказал хочу сыграть геи отсосать в кадре вы мужик до мозга костей однажды сказали что могли бы сыграть спокойные геи да я очень хочу я сказал что если бы мне предложили бы сняться в таком кино я бы в кадре отсосал да вы что да и сделали бы это органично а как можно снять фильм каллигулу если не показывать половой акт и не кончать как можно передать это и вы бы проникли в шкуру героя и почувствовали бы себя геем на экране ну и себя отсосал почувствовал логично скажи пожалуйста вот опять честный вопрос рассчитываю на честный ответ если бы это было кино гениального режиссера и вообще гениальное кино ты бы отсосал в кадре а ты не смотрел фильма полное затмение дикаприо и с этим про любовь поле верлена и рыба забей в интернете это роман настоящая их жизнь более верлен и рыба они там трахаются в кино при каприо нет они показывают целуются но у тебя показали ну ты говоришь я бы отсосал в кадре значит это показали бы если это было такого кино такого уровня да потрясающе скажи пожалуйста хорошо вот в 2013 году в одной из телепрограмм ты заявил что являешься бисексуалом это правда да хорошо скажи пожалуйста что лучше секс с мужчиной или секс женщины или я задаю дилетантский вопрос это разные вещи это ты понимаешь я же не встречаюсь мужчинами я ниже не хожу с ними на свидание есть женщина который ты любишь так а с мужем с мужиками такой приятный бонус понятно неужели секс мужчиной сейчас задам глупый вопрос тупой можно сказать неужели секс мужчиной может сравниться сексом женщины может тогда пошлый вопрос задам знаешь это анекдот как два грузина встречаются один говорит гиви ты где вчера был с гогой в шахматы играли кто кого никто никого я же говорю в шахматы играли задаю вопрос кто кого ты сейчас провоцируешь такие вопросы на которые я тебе же сейчас не могу серьезно ответить мы с моей женой или в моей женщины да нам пиздануло в голову мы решили мальчика позвать или девочку так мы же девочку мне понятно про мальчика подробнее я тебе клянусь я задаю вопросы которые мне интересны вот веришь честно я не знаю как тебе серьезно отвечать но ответ серьезно ответ не серьезно ну позвали мальчика и секс прекрасен он любом состоянии и с мальчиками с девочкой он из всей вместе когда все вместе вообще прекрасно не когда мальчик в двух девочками я верю что это прекрасно но когда девочка два мальчика одна из них такая же время что тебе от венчать хорошо это все прекрасно я не а гомосексуалиста я люблю женщин но и иногда люблю а мужчин Нет, я их не люблю Они любят меня Как правильно сказать, скажи Отстань В моем понимании Во-первых, ты очень умный человек Во-вторых, ты очень эпатажный И иногда ты сознательно эпатируешь Никогда И люди наоборот спрашивают А вы это для хайпа делаете? Мне кажется, что да Никогда Мы даже выложили Видео, которое собрало В интернете Мою дочку привязали к батарее Они все спрашивали А вы специально это сняли? Да нет, просто нам делать нехуй было Мы сидели Сняли просто в батарее прикола Никакого хайпа не хотели Просто валяли дурака Хорошо, я тебя спрошу о нескольких моментах Вот появилось в интернете Видео прогулки твоей по улице в женском белье Что это? Я же тебе рассказывал Когда Люся ушла Когда жена меня бросила Мы сидели Обнюхали Обнюхались А у меня было кино В Киеве как раз Где я В женской одежде Я показал ребятам фотографии Говорит, а слабо сейчас на улицу выйти? Мы обнюхались и пошли Ну вот и повторили Когда я в инстаграме Сказал, что Еду в Стамбул на интервью С Алексеем Паниным Через один комментарий Не забудьте взять с собой собачку Не забудьте взять двух собачек Скажи, эротическое видео с женщиной и собакой Тоже обнюхались? Или что это было? Нет, про эротическое видео с собаками Мы уже Я сейчас тебе повторю Но мы просто по этому поводу уже много раз сказали Это видео попало В тот момент Оно появилось Когда я судился за своего ребенка Ну чтобы для дебилов было понятно Там тело мое В смысле Тело не мое Собаки Голова моя Нет У меня много татуировок То есть было смонтировано Что Там даже татуировок нет То есть это не ты? Нет О, вот это я хочу спросить Было бы не обидно Если бы это был бы я Вот Вот я хочу спросить А это специально сделали Именно в тот момент Когда решение суда Должно было бы прозвучать То есть собаками ты не живешь Давай скажем всем Я живу собаками У меня есть две собаки Да, но не в том смысле Или иногда бывает Нет Вот так Собаками Нет Я с ними каждый день сплю Они со мной обнимаются Ну не в этом смысле Но дальше не заходит Пока нет Так Собак отмели Последний случай Я спрошу Значит Я сказал Что через одно Мне сообщение пишут Комментарии Про собак А следующий комментарий Это про ногу Берегите ноги И так далее Что это за видео Ты хочешь это прям комментировать Да Что это за видео Ты в гинекологическом кресле И женщины засовывают тебе Ноги Я не могу не спросить об этом Это тоже не ты Просто мне с тобой Ну как Мне тебе серьезно отвечать Да Это я Это ты Да Мы извращенцы Мы любим тракут И ноги мне в жопу Тоже засовывают Нет Серьезно Подожди На видео с собаками не ты А на видео с ногами ты Да Ты разводишь меня Ты хочешь чтобы я тебя брал Не Ну я честно Я тебе честно отвечаю Хорошо Я допускаю это А зачем выкладывать Мы не выкладывали Ни одного моего видео Они тоже меня очень любят В инстаграме Меня спрашивают А зачем вы блять Выкладываете Все взломано Я ничего никогда в жизни не выкладывал А зачем снимал Потому что мы извращенцы Я понимаю что извращенцы Но до такой степени Ты мне больше руки не подашь Подам Ноги нет Заметь Ты знаешь Да и нам всем это нравится И девушкам тоже Ты может быть с твоей женой поговоришь Она может быть тоже Тебе мало Много чем-то откроет Комментарии Ты знаешь Это разумное вообще Разумное предложение Знаешь Я тебе скажу одну вещь Я тебя обожаю Как актера И ты мне очень нравишься Как человек Ты классный Вот после того Что ты вот так просто Об этом говоришь Я тебя зауважал Еще больше Так что нравится Дим Ну я же к тебе приехал Не для того Чтобы тебя обманывать Вот ты настоящий и честный Мне это может сто раз не нравится Я тебе честно говорю Переживи пожалуйста Я тоже честно говорю Мне это не нравится Слушай Но ты так об этом говоришь Просто честно и нормально Вот это вызывает у меня уважение Мы извращенцы Мне это нравится Да нам это нравится Слушай Но кроме ног же тоже есть Много предмета Почему ноги именно У нас есть другое есть А что именно У нас все есть Все это что Черенки от лопаты Нет подожди Это менты любят Да А Нет Черенков от лопаты не было Что у вас было Отстань Дим Ты серьезный журналист Хорошо С тобой останешься серьезным Все Растеряно У меня все После этого Скажи пожалуйста С 2008 года Ты ведешь Женой Юлии Юдинцевой Борьбу за Нет Уже не ведем ничего Уже суд У меня же уже решение суда было В чем суть конфликта вообще была Она хотела ребенка забрать в себя Я ее не отдавал Ну Мама имеет же наверное больше Права нет Дим Это долгая история Это прямо сейчас Будем с тобой говорить часами Мама Я не хочу ее оскорблять Я не хочу говорить никаких плохих слов Ну если понятно Блин Ну в двух словах Либо это затрагивать Либо вообще не затрагивать Она не очень адекватный человек Понятно Я не отдал ребенка И мой ребенок уже потом все это подтвердил Скажи сколько не усилит 12 Вот опять таки Респект за то что Ты живешь с ребенком своим С дочкой Я понимаю что это нелегко Прекрасно Ну ты снимаешься много Ты занят все время Мало Я же тебе все рассказал Я мало снимаюсь Мы сейчас зарабатываем Не такие большие деньги Как раньше Мы вообще ничего Сейчас Хуй без хлеба доедаем По большому счету Ну как Нет так Того что было Ничего нет Мы живем и живем Она хорошая девочка Правда? Прекрасно Вы говорите с ней О книгах Например Вот ты рассказываешь Пытался ей заставить Чтобы блядь Хемингуэя Старик и море Почитала Не хочет Чем она увлекается? Южно-корейской группы Не знаешь как это называется? Да что? Нет Рассказывает Что они звезды Южно-корейская группа Какая-то Скажи пожалуйста Она очень умная Она Она очень образованная Она замечательная Но просто к сожалению Мне не очень нравится Южно-корейская группа Вообще тяжело Отцу Одному Воспитывать Девочку Мы же с бабушкой У нас же мама наша Мама помогает Она же на соседней улице Мы же все вместе Понятно Как у меня мама Котлеты приехала Сегодня пожарила Суп Приготовила Нюся не говорит Папа Я хочу С мамой общаться Говорит Специально разблокировала Ее недавно В инстаграме В этом ватсапе То есть они общаются Нет Наоборот Нюся Ее давно-давно Заблокировала Так И недавно Говорит Пап Я решила маму Разблокировать Может она мне позвонит А мама не звонит Ну может увидит Наше интервью Позвонит А ей не нужно Ты хочешь Чтобы она позвонила Понимаешь Хочу Потому что Мне Ее не жалко Мне жалко Нюсю Что Нюся сейчас Вырастет Понимаешь Это же мы С тобой понимаем Как Правильно Что-то делать А ребенок Наверное Мама Нужна же Все-таки Не знаю Ты любил Юлию? Никогда Да ты что Блядь Случайно потрахались Не спрашивай меня про это Скажи Как Нюся Относится К твоим видео В интернете К девушкам Которых она видит С тобой Это ты уже у нее спросил Я надеюсь Что Она конечно видела Наверное Но у вас были разговоры На эту тему Нет Она не задает вопрос Я не знаю Что я отвечаю Нет Я ей говорю о том Что Я наоборот Я учу о том Что Я наоборот Я учу о том Что Люди должны быть Толерантны То Что Вот это Гомофобия Российская Что это Неправильно Я пытаюсь Я пытаюсь Ее в эту сторону Направлять Ну По поводу меня Мы конечно Она знает Знает Я думаю Да Какое будущее Ты бы хотел Для своего ребенка Я об этом Сказал недавно К чертовой матери Только из России Пускай будет Хоть официанткой Хоть Сама зарабатывает Пускай Сама пробивается Дорогу Только не в этой стране Не в этой Гомофобной Не хочу Хочу чтобы Хочу чтобы Была европейский Человек Хочу чтобы Людей цивилизованных Видела Не русское было Категорически Опять таки Из досье Я сейчас грубо сказал Да Ты знаешь Ты имеешь право Так говорить Я понимаешь Я же не хочу Сейчас оскорблять Россиян Я хочу Чтобы она Росла И воспитывалась Как европейца А у нас Не получается Из досье на тебя В апреле 2011 года С интервалом В два дня У тебя родились Дочери Мария и София От двух разных женщин Ну Какой красавец Как это получилось И вы все мне говорите Что я пидорас Да Понимаешь Если у меня женщины рожают С интервалом в два дня У меня родилась Маша и Соня Ну да С интервалом в два дня Их мам ты любил? Да Обоих По-своему 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 это как? Любил Ну Дим Долго Любил Они были Не проходящие женщины Они были Частью жизни Скажи А сколько параллельно У тебя женщин Вообще? Сейчас? Бывало Вот на пике В смысле на пике? А сейчас я уже не на пике? Нет На пике своих возможностей Не знаю Ну много Ну 5, 10, 15, 20 У меня просто так получилось Что мы Соня с Машей Когда родились А мы как раз с Люсей С моей женой познакомились И мы как раз рожали Ну Как-то перемешалось все Все смешалось В доме Облонских Хорошо С мамами Соня и Машей Ты общаешься сегодня? Нет Маша Таня запретила Ну не запретила То есть моя мама общается А я С мамой? Нет А со второй мамой? По телефону По телефону общаюсь Сколько у тебя всего детей? Четыре Где взять деньги на алименты? Скажи Ты помогаешь им? Мне никто не предъявляет деньги Ты понимаешь? Я перевожу деньги Когда у меня есть Меня никто не просит То есть когда у меня есть Я перевожу Но ты же чувствуешь ответственность За своих детей? Никакую ответственность чувствую Не всегда могу помочь То есть они растут сами по себе? Ну как? Моя Нюся Ей ботинки отдает Ну как мы все вместе Ну ты не совсем правильно Сейчас это выставляешь Ну то есть Ну ты знаешь Месяц Когда Проснулись У нас не копейки Блять И так бывает Я тебе не вру Я тебе правдивые интервью Даю Иногда много Иногда ничего нет Блять Ну как Я заработал Вчера съездил в Смоленск В рекламе снялся Мне дали там Двести пятьдесят Сколько там Двести тысяч А позавчера Блять Занимали на пиво Ну то есть оно такое Был бы ты близок к власти Сейчас бы и деньги Даже депутатом был Сейчас бы и деньги были Мы сейчас поговорим на эту тему Скажи пожалуйста Дети между собой общаются? Дети да Дружат? Пытаются Ну а как это дружат? Машу Нюся давно не видела А Соня да Общаются Они похожи все на тебя? Нет На мам? Вообще не похожи Нюся просто Пиздяйка такая Вот как я А дети остальные Нет Опять таки из досье В свое время ты выступил В поддержку присоединения Крыма к России Понеслось И заявил о необходимости Расширения границ России До Одессы Я так не говорил Это перевернули Так Сейчас коснемся Поддержал ДНР и ЛНР Сказал что с большим удовольствием Собственными руками Перерезал бы горло Петру Порошенко Можно это не повторять? Да можно Неоднократно приезжал В аннексированный Крым В смысле? Ну Крым аннексирован Российской Федерации У Украины Ты туда приезжал не через границу Украины Я приезжаю в Крым Не в аннексированный И не в украинский И не в российский Я приезжаю в свой любимый Крым В котором я с 18 лет живу Понимаю Есть одна поправка Посмотри Поскольку Украина Считает совершенно законно Крым своей территорией То заезжать в него надо С территории Украины Через украинскую Это можно Ты понимаешь Я сейчас постараюсь Сказать тактично Я действительно раньше Верил В нашу российскую пропаганду Потом мне немножко Открыли глаза Мне стыдно Что я сказал По поводу Крыма Блин Сейчас Я сейчас умные слова Пытаюсь искать Ты понимаешь Да Что я сейчас Я понимаю Подбираю слова Чтобы я сейчас Не брякнул Чтобы меня не посадили В Россию Я не поддерживаю Политику Путина Я не поддерживаю Я был идиотом Я верил в то Что мне рассказывал Первый канал Я верил Что действительно Крым проголосовал И был честный референдум Я сейчас понимаю Что это неправда Ты знаешь Лёш То что ты сейчас говоришь Я могу тебе сказать Просто очень много Ты просто понимаешь Я не могу тебе это сказать Потому что меня посадят То что ты сейчас говоришь Оно дорогого стоит На самом деле Но я хочу сказать тоже Вот официально Я не хочу Чтобы этим интервью Этим интервью Я не хочу принести тебе неприятности И я прекрасно Это же правда Я прекрасно понимаю это Ты же понимаешь И не хочу тебя подставить Я очень хочу Я сейчас говорю Очень культурно Я бы очень хотел сказать Российским людям Наивным Которые смотрят Первый канал И канал Россия Зайдите в интернет Посмотрите интервью Там Политковской Литвиненко Боря Немцова Может у вас башка Глаза откроют Я просто не могу Это все произносить Скажи пожалуйста Ужасно зомбирует ящик Да вот Людей Россиян Ты же понимаешь Что К сожалению Есть российские люди Которые Интересуются чем-то А не где-то там Да А есть люди Которые У них есть просто Первый канал И они вот живут В своем торжке Блять Им похуй Им платят Блять Какую-то там Сто долларов В зарплату Да им Насрать Блять Я маме своей Пытаюсь Говорю Мам Ну ты же Поинтересуйся Хотя бы Моя мама Умная женщина Мне похуй Ты знаешь А мы с Евой Посмотрели Как раз с тобой Разговаривали Про Курск Как его утопили Блять А мы посмотрели Про Беслан Как там Напалмом Детей сожгли Блять Слезы текут Блять И понимаешь Я же не могу Сейчас перед камерой Все сказать Кто это сделал Я Когда маленьким был Позор Стыдно Блять Потому что Не просто Там бывают Какая-то неправильная Политика Бывает Я не очень политик Я не разбираюсь Это позор Я когда маленьким был Я не понимал Как великую немецкую нацию Смогли вот так Оболванить Что они Почти все Поддерживали Гитлера Ты знаешь А теперь Глядя вот уже Шесть лет На программы Первого канала Федерального Канала Россия Каждый день НТВ Каждый день Все эти годы В прайм тайм В прямом эфире Федеральных каналов Украина Полный рост У них же Блять Понимаешь Я сейчас Не переживай Я сейчас не разойдусь Я сейчас Я не хочу Еще раз Я не хочу Чтобы ты себе навредил Знаешь что проблема Каждый день Они показывают Блять Какую-то Великую Отечественную войну Гордиться За последние Блять Триста лет Нечем Нечем Каждый день Ты Раньше Когда мы Ну я маленький был Мы про Великую Отечественную войну Вспоминали Два раза В год А сейчас Почти каждый месяц У них новые поводы Потому что Это такие Скрепы Блять Ищут в прошлом Того чему нет В настоящем Стыдно Потому что Им не нужны Эти ветераны А Все Такая пропаганда И Блять Стыдно Профанация Ты Соловьева смотришь? Чтобы злиться Блять Очень смотрю Прям специально Блять Ору Тоже Блять Тут Пиздануло Тут Недавно Блять Тоже Про Войну Че-то говорил Не помню Это абсурд Блять Но Какой Мастер? Даже Комментировать Нельзя Это Из уровня Какого-то Абсурда Блять А если Ты бы С ним Встретился Ты бы Нашел Какие-то Аргументы В споре С ним Даже Разговаривать Не стал Вообще Даже Не стал Я так В интервью Говорю Что там Плюнул бы В рожу А на самом деле Вообще Не интересно Развернулся Да и пошел Да Подлец Подлец Просто Подлец Как ты думаешь Он все Прекрасно Понимает Конечно Понимает И самый абсурд То что он все Прекрасно Понимает Он прекрасно Понимает Что он врет Он прекрасно Понимает Что он Это В этом Весь цинизм То что он Крайне Непорядочный Человек Я тебе сейчас Задам Плохой вопрос Российская газета Собеседник Написала Что Соловьев Получает Миллион Долларов В месяц Скажи пожалуйста Если бы тебе Предложили Миллион долларов В месяц Заниматься Таким говном Которым занимается Соловьев Ты бы занимался Я же тебе рассказал Уже все Я уже больше Себя давно С страной Под названием Россия Не ассоциирую Я Сейчас У нас умерла Наша тетя Мы сейчас Продаем квартиру И переезжаем В город Тори Вьеха Купим Маленькую квартиру И чтобы Ноги моей Извините Слово Нога В этой Стране Под названием России Не было Пускай они все Сдохнут Там Лишнее Бряхнул Вырежешь Можно Можно Задать вопрос Я же понимаю Что ты говоришь Не о народе Правильно Конечно Не о народе Вот Вот это Важное Дополнение Дим Ты понимаешь Как я могу Говорить О русском Народе Мы же Все с вами Одинаковые Люди Это не виноваты Мне что С Ирой Билок Ругаться Что ли С Гариком Кричевским Мы же Все Одинаковые Я тебе Больше скажу Наш Советский Менталитет Одинаковый Что в Украине Что в России Мы все равно В Украине Он уже Западнее Все равно Ты знаешь Это география Чем ближе Западу Тем менталитет Западнее Еще раз говорю В какой-нибудь Конотоп Ничего там Не поменялось Все русские Такие же Согласен Наши советские Это согласен Скажи пожалуйста Вот мы говорили Там о первом Канале О канале России О Соловьеве Понятно Ты знаешь Что меня вот Удивляет Очень сильно Ладно Кто-то из Старшка Насмотревшись Пропаганды На федеральных Каналах Решил Что в Украине Фашисты Бандеровцы Идят там Младенцев Я не знаю Что угодно делают Но когда Просветленнейшие Интеллигентнейшие Люди На которых Мы разнялись Ну пожалуйста Ну я же тоже В этом все верил Когда мне В 2015 году Показывали Те же самые Программы С этим Соловьевым И мне показывали Что Я же верил В этого все Вот искренне верил 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 Что фашисты Ну не фашисты Просто после того Как меня Вот эти вот В Одессе Вот эти вот Радикалы Конечно поверил Верил Верил Ты знаешь Что интересно Ты же понимаешь Когда ты встречаешься С людьми Ну с своими друзьями С тем же самым Гариком Кличевским Сырый Билок У нас же не бывает Разногласия Мы же все одинаковые Конечно А когда по телевизору Тебе это показывают И тебе показывают Что Порошенко Ну вот Понимаешь Мне показывают По телевизору одно А я приезжаю В Луганск А мне Девчонки Рассказывают Что Ну вот то что Я тебе рассказывал Что пушки ставили В жилых кварталах Ты понимаешь И когда ты В России Об этом расскажешь Они же тебе не поверят Да говорят Ты что сумасшедший Да Да Смотри Я хотел вот о чем Спросить Ну мы говорим О покойных сейчас Ну ладно Ну Когда такие люди Как Олег Табаков Боже мой Мы же росли на их фильмах Мы же их так любили Марк Захаров Когда они подписывают Письма В поддержку Аннексии Крыма Когда они На полном серьезе Рассказывают Мы можем с тобой О Крыме говорить Не вырезая Смотри То что мы с тобой Разговаривали Я тебе сейчас скажу Мы можем с тобой Говорить о Крыме Все кроме Я не хочу тебя подставлять Повторяю третий раз Мы не можем говорить Только о том Ты не можешь сказать То за что тебя Накажут В России уголовно Нет я хочу тебе просто Повторить То что мы с тобой Говорили по дороге сюда Ты же понимаешь Что Я прям повторяю То что мы с тобой Говорили тогда Ты же понимаешь Что Когда крымчане Жили Когда там Ющенко Янукович Да Они же действительно Считали себя русскими Конечно И они действительно Хотели в Россию Конечно И они искренне Хотели быть русскими Конечно В смысле Конечно Да А сейчас они получили И они поняли Что не все Блядь так Заебись Ты понимаешь Вот мы же честно Говорим Я тебе честно Скажу тоже Свою точку зрения О которой я говорю Дома В Украине Украина Уделяла Крыму И крымчанам Категорически Недостаточно Мало внимания Раз Конечно В Крыму Особенно В прибрежном Крыму Жило очень много людей Живет очень много людей Русских Изначально Которых переселяли Из России Конечно Крым Когда-то Был частью РСФСР До 54-го года Все это понятно Но есть один момент Есть законы Международные законы Крым Это Украина И взять И украсть Крым Это нарушить Вообще Все законы Презреть все Не спорь со мной Я же с тобой не спорю Да Я же прекрасно понимаю Что это так Да Ну знаешь Когда Когда Все это случилось В 2014 году Я сказал Ну я прикид Я не политик Я просто Своё мнение Брякнул Если бы я был На месте Путина Наверное Я так же поступил Но он нарушил закон Это все прекрасно понимают И Ксюша Собчак Была права Да Да Никакого референдума Не было Так же Как и не было Никаких честных выборов В России Ну и в результате Мы сейчас видим Левада-центр Свидетельствует о том Что уровень доверия Путину 35 процентов То есть снизился рекордно Вообще Такого не было А после аннексии Крыма 84 процента было Я хочу Процитировать Ты понимаешь Мне очень жалко Что вот знаешь Там Я не знаю Как ты относишься К Зеленскому На Украине Очень хорошо Отношусь к нему Но у вас там Какие-то выборы есть Кого-то выбирают Что-то происходит А у нас Ничего не происходит С 2000 Какого года А знаешь почему Вы уже выбрали Мы еще выбираем А вы уже выбрали Себе на голову Грустно Понимаешь И еще раз Дин Если бы мы сейчас С тобой сидели бы Не перед камерой Да Я бы По-другому бы все сказал Но я сейчас На 15 лет Себе не хочу Наболтать Я понимаю тебя Абсолютно И поддерживаю Я хочу процитировать Дальше досье на тебя Ты поцеловал асфальт На Крымском мосту А затем сказал Благодарю нашего президента Что он построил Замечательный Крымский мост Но это же была шутка В это время правда Дети от рака подохли Но спасибо вам Владимир Владимирович Мы с Нюси С моей дочкой Ехали из Крыма Первый раз По Крымскому мосту Я первый раз в жизни Его увидел И мне в инстаграме Очень много пишут детей Ой, родители И просят помочь Собрать деньги Для больных детишек И я в своем Инстаграме пытаюсь Какие-то Ну, собирать деньги И когда мы Я был пьяный В жопу, блядь И когда мы приехали На этот Крымский мост Я думаю В какой стране мира, блядь Вы строите Крымские мосты, блядь У вас дети вздохнут А они мосты Крымские строят Ради понтов Показать Украине Что мы такие крутые И всему миру тоже Всему миру, блядь Ты понимаешь Этот чемпионат мира, блядь Кому он нахуй сдался, блядь Все же спиздили, блядь Знаешь, я тебе рассказывал сейчас Приезжают киевляне Киевляне В Москву Перед Новым годом И говорят Как у вас красиво Я говорю Ребята, запомните Каждая елка Которая вкопана, блядь В Москве Это уже пять елок Которые спиздили, блядь Они этого не понимают Крымский мост Кому он нахуй нужен, блядь Детям помогите, блядь Знаешь, я тебе сейчас Просто покажу Вот телефон Кровью обливается сердце Детишки Они нищие Родители просят По копейкам им собрать Но у нас же, сука, блядь Охуенное государство, блядь Вы же такие, блядь, богатые Что вы можете позволить себе, блядь Строить крымские мосты И, блядь, почему это меру проводить Стыдно, потому что Потому что позор Потому что живем В нищей, убогой стране Эта страна не может позволить себе Не проводить ни чемпионаты мира Ни крымские мосты Они, блядь, детей своих не могут, блядь, сука, вырастить В инстаграме ты написал Я очень соскучился по моей любимой Ирочке Билоке по Киеву Это было прекрасное время Мы пели, пели Снимали кино и радовались жизни Как же жаль, что Россия развязала эту никому не нужную войну с Украиной Простите нас, украинцы Ну, это правда Скажи, пожалуйста, за то, что ты кричал в свое время Крым наш Тебе сегодня стыдно? Ты же понимаешь, я тебе объяснил Я в то время, я же тебе еще раз говорю Я видел отношения крымчан Тогда к России И я говорил об этом не потому, что я такой оголтелый какой-то дебил Мне крымчане рассказывали о том, что да, мы хотим Россию Да, мы хотим вот туда Я же Стыдно, конечно, потому что Стыдно не за Крым Стыдно Стыдно за нашего президента, наверное Стыдно за нашу власть За это стыдно Ты самый молодой обладатель государственной премии в России Ты получил в 25 лет 26 26, а Безруков? Тоже Тоже То есть вы с Безруковым формулирую вопрос правильно Самые молодые обладатели государственной премии в России, да? Ну, типа да, 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 да Он за Есенина получил, кажется, за спектакль А ты за звезду А я за звезду Государственную премию тебе в Кремле вручал лично Путин Да Есть даже фотографии И ты признался, что когда находился рядом с Путиным Тот вызывал жуткую симпатию Я скажу тебе больше Я тебе скажу, что у меня раньше фотография с Путиным стояла на тумбочке А сейчас я ее убрал Это правда Я верю Я тебе скажу про симпатию Люди, которые общались с Путиным И во время переговоров Они мне говорили, что он страшно обаятельный Не помню Твое ощущение? Это было 2 секунды Ну вот подошел, руку пожал И все, и ушел Ты даже с ним не выпил? По-моему, шампанское просто Я не помню Хотелось бы Знаешь, как Мишка Ефремов рассказывал? Он по поводу встречи с Путиным Рассказывал, что я думал Сейчас подойду, скажу Владимир Владимирович, покаетесь А когда, говорит, подошел к нему Я, говорит, не прогнулся Ну, это, по-моему, такая была история И давно было Я подошел к нему Ну, мне дали эту хуйню И все, и ушел Если бы ты сел с ним за стол Я думал И выдал Даже не продолжай Я сейчас наболтаю еще на 15 лет, да? Контролируй себя, я тебя прошу Я думал о том, что если бы меня сейчас пригласили бы в Кремль Пошел бы я или бы нет Я бы завязал себе руку и сделал бы гипс Чтобы не подавать ему руки Наверное, пошел бы Но руку бы не дал Я просто это в голове открутил Артистов своих коллег Которые на выборах 2018 года поддержали Путина Ты назвал жополизами и ублюдками Ну, по поводу ублюдков не помню Ну, жополизы точно Ну, я дальше тебя процитирую Мне стыдно, что и я когда-то, как и эти жополизы Да, это мое слово Ходил за наградами к этому человеку Да, это мое слово Принимать деньги, награды и звания от власти Которая довела людей до такого уровня жизни Это позор Этот пост в Инстаграме Ты отметил хештегом Россия в жопе Мои слова Можно сейчас не буду говорить? Можно Все, мои слова Я все подтверждаю Тут не добавить, не убавить А что это, мои слова Просто Просто сейчас я на камеру опять расскажу Не надо Не надо Ты дружил в свое время с Жириновским Не дружил Я был депутатом один день У меня была самая короткая Политическая карьера в мире Как это было? Нюсю, когда Пытались вернуть Я к Жириновскому подошел В ресторане У него был Подошел Говорит, Владимир Вольфович Помогите мне там запрос депутатский сделать Владимир Вольфович дал распоряжение Своему помощнику И мне вдруг звонят из Госдумы Говорят, Алексей, заехайте, пожалуйста А Владимир Вольфович предложил вам стать депутатом Я говорю, в смысле? Я стал депутатом на один день И в Зак Собрание Краснодарского края Приехали в Краснодарский край Напились, как собаки, блядь И разбили дверь в ресторане И на следующий день Меня больше не было депутатов Нормальный ты человек, скажи День, блядь День депутатов Ты стал депутатом Пиздец Жириновский прикольный, скажи Ты видел-то два раза всего Ну, сидел за столом с ним Но я не могу сказать Несколько человек в интервью мне сказали Что Владимир Вольфович Жириновский гей Ты об этом что-либо знаешь? Нет Ну, мне спрашивали тоже что-то Вы не трахали Жириновским? Я говорю, пока Бог отнес, блядь Но это пока Пронесло пока Но это пока Скажи, пожалуйста Почему Наталья Поклонская Написала на тебя заявление в полицию? Какой-то скандал был какой-то в прессе Я снимался в каком-то проекте Где меня дели в Николая Второго, что ли И она О, это святое для нее Да, и она подала заявление Что типа я оскорбляю чувства верующих Что, блядь, не помню Типа, ну ты Полицию вызывали или нет? После этого заявления Да, я приходил к участковому Ого Нет, прям такое, лайт Прям без серьезных, без допросов Посмеялись, да? Ну, типа да, поржали Прикольная Поклонская? Ни разу не видел ее По телевизору только Сейчас ты о чем спрашиваешь? Я не знаю Я не могу так тебе сказать Понимаешь, это же нужно человека знать Ну как прикольное? Может прикольное Не знаю Кому-то Да? Не знаю За что ты ненавидишь Ксюшу Собчак? Нет, я извинился перед Ксюшей Собчак уже Да, вот А что это было? Я был максималистом Мне было мало лет И меня очень раздражала Вся эта потребительская тема Ну, это было очень давно Пиара Луи Митона Вот все, все, все Я с пьяно брякнул что-то про Ксюшу Потом мы уже помирились Я говорю, Ксюш, прости меня, пожалуйста Я тебя обосрал Она говорит, а я тебя никогда не оскорбляю И мы с тех пор уже Эй, Тиму тебя обосрал тогда А кого ты не обосрал? Я извинился И Ксюша И она Ей нужно отдать должное Она порядочный человек Она Она не опустилась до моего уровня Ты знаешь, как Никита Джигурда Наш друг написал когда-то Обосрали, обтекай, не можешь впитывай, да? Ты знаешь, мне было очень приятно Что Ксюша Собчак оказалась Намного выше, чем я То есть я был идиотом А она достойна и образована Да, молодец Ну что, дорогие друзья Я должен объяснить, откуда у нас появилось вино Мы прервались Алексей покурил немножко Не то, что вы подумали Он просто вышел на балкон и покурил Ксюша, за тебя Дима Ну давай дальше Ну давай дальше Ну что, цитирую дальше Ты поддержал Алексея Серебрякова Который назвал Национальной идеей России Хамство, силу и наглость И сказал, что Россия Страна хамов Ну ты пошел дальше Я тебя цитирую Ты назвал Россию Грязной, уголовной и гомофобной страной В которой люди ненавидят Друг друга и всех вокруг себя Сказал, что в голове У большинства россиян Плавленный сырок И подытожил В России мне не нравится все Сколько я наболтал-то, блядь Скажи, но какие-то же достижения у России Скажи, пожалуйста Я сейчас не буду ничего говорить Плохого, ни про кого Да, скажи, хорошее Скажи мне, пожалуйста А за что мне уважать нашу власть? За хорошие больницы? За хорошие дороги? За пенсионную реформу? Нет, я же не спорю Скажите мне, за что? За то, что это власть великой страны Которая бряцает ядерным оружием Всех пугает Ну как, мало ли Я же не потому, что я даю тебе интервью И что мы с тобой Ты с Украины Из Украины, а я из России Я же просто честно говорю Ну, поспорь со мной Пускай они поспорят со мной Мне стыдно за то, что я приезжаю Да мне просто стыдно, блядь, что я русский Ну, я сейчас сказал образно Леша Серебряков абсолютно Интеллигентный, честный человек И А что он неправильно сказал? Он просто не побоялся сказать правду Да я бы рад был бы, если бы Россия была великой державой Только, блядь, мы все в жопе сидим, блядь В глубокой? Я Как-то тут, блядь Придумал безумную такую тему Меня за это проклянут Я сейчас не ругаю Не Путин, Путин хороший Все хорошие Тебя уже прокляли Не волнуйся Ты понимаешь, как мне кажется Это абсурд Ты понимаешь, что я сейчас стебусь Но Знаешь, какой спасение России? Может быть даже Украины Не знаю, Белоруссии Нашего Советского Союза Нужно просто эту территорию отдать Америке, блядь Или кому-то, блядь И пускай они вкладывают в это деньги, блядь Не надо, блядь Снимать хуевое кино За государственный счет Пускай снимают кино за деньги олигарх Не надо, блядь Устраивать чемпионаты мира по футболу, блядь Вы же, сука, страну накормить не можете, блядь Наверное, так же, как и Украину Я думаю, что мы мало отличаемся друг от друга Но это правда Отдайте, блядь, эту территорию Кому-то Пускай они вкладывают в это деньги Китайцы скоро сами придут Ты понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, что это абсурд Я понимаю, что это бред Ну, тем не менее, ты понимаешь Блядь, мы с тобой сидим в Стамбуле, но эти Тут нет турков Но эти турки живут, блядь, лучше, чем мы, блядь А посмотри, какая красота Какие аэропорты, какие вообще отели Какое все Стыдно, стыдно Позор Позор А Серебряков правильно все сказал Только я бы добавил, он это не сказал У нас государственная политика, это ложь Вот государственная политика России Основывается на лжи И не просто внутренняя политика А вообще политика Ложь Ложь Все вру После того, что ты столько наговорил Тебя предложили в Государственной Думе вообще лишить государственной премии Ну и как ты будешь жить? Как ты будешь жить, если тебя лишат государственной премии? Ты знаешь Сука Им государственную премию я могу сам отдать Ты знаешь После того, что про меня говорил Кобзон Мне вообще насрать Кто про меня что скажет А что он сказал? Он считал меня хорошим человеком А он в людях разбирался Несмотря на наши с ним разные политические взгляды А он человеком был, правда? Чего говорить-то? Ну, Дим Мы же с тобой, понимаешь Мы же с тобой сейчас молчим сидим В смысле киваем Многозначительно Мы же можем много чего сказать, блять Цитирую классика Алексея Панина 80% населения России Даже не понимают, что они дебилы Вы будете всю жизнь жить в говне Чтобы хорошо жить Нужно уебывать из этой страны Ну, пьяный писал, скорее всего Это Ну, смысл правильный Не, не отрекаюсь Понимаешь, я же Не отрекаются люди Скорее всего Я написал Я это был Пьяный очень Ну, потому что Категорично сказал Что я могу сказать Знаешь, такой термин Многозначительное молчание Красноречивое молчание Понимаешь, я сейчас задумался Не потому что Мне тебе нечего ответить Мне Я сейчас начинаю мыслить Мне грустно Ты понимаешь Проблема в том, что Мне грустно, что это правда Знаешь, Леш Может быть, у вас в Украине Что-то меняется Не знаю Честно говоря Не очень уверен Мы все одинаковые советские люди Знаешь, Леш Что грустно Грустно то, что До 2014 года Мы в Украине Очень любили Россию Большинство людей Русскую культуру любили Великих представителей Русской культуры Дим Ты сейчас немножко Я правду говорю Леш, я правду говорю Я тебе ответил на этот вопрос Мы одинаковые Ну вот Я же с тобой Ну как Ты мне сейчас говоришь слово Русская культура А чем мы с тобой-то отличаемся? Мы с тобой на разном языке Что разговариваем? На одном, конечно Сыр и белок Мы на разном языке Разговариваем Конечно Но Я к чему веду После того, что Россия Сделала с Украиной Мы не стали меньше Любить русскую культуру Мы не стали меньше Любить русский язык Язык Великий Это не Россия сделала Но мы стали Ненавидеть Это сделал Путин Мы стали ненавидеть Это не Россия сделала Мы стали ненавидеть И Путина И его друзей Которые совершили Это варварство Совершили по отношению К моей стране Варварство Прийти на нашу территорию Развязать войну Поубивать столько людей И врать постоянно Мне стыдно Что я В 2015 году Действительно В это все верил Знаешь что? Не стыдно признаться Что ты ошибался И в этом Величие твое Что ты можешь Это признать Понимаешь? Что ты не твердолобый Серебряков Раньше Чем я это понял Ну кто-то раньше Кто-то позже Но ты не твердолобый Идиот А сейчас же Многие говорят Нет Ты знаешь интересно Они все ходят в Кремль То что Меня сейчас спрашивал До этого Они все ходят в Кремль У них театры У них льготы У них фестивали У них бабки У меня уже все отобрали Понимаю Ты же понимаешь Я когда смотрю Фотографии Стоит Долина И подпевает Путину Одесситка Лариса Долина Одесса Русский город Считает Долина Я говорю Одесса наш город Ты знаешь про что Про Одессу было Блять Они мне помнили Блять Они же не поняли Они же в интернете Все раскрутили по-другому А как было По-другому Только случилась Вся эта хуйня с Крымом Мы поехали на украинский Ну С украинским спектаклем На Украину Едем в Крым Переезжаем Блять В Одессу Нет В Крым Я записываю видео Что мы сейчас едем В русский Крым В русский Севастополь А дальше мы пойдем В Одессу Но имелось ввиду Что дальше гастроли В Одессу А они написали Что мы хотим Одессу захватить Блять Что за инцидент Был в Одессе В ресторане Что это было Я приехал Первый раз После того Как вся эта история Случилась с Украиной Мой товарищ Андрей Ковалев Олигарх Известный Да И он меня Загуглю его Не знаю такого Загуглю обязательно Он в Форбсе Понятно И он мне пишет Приезжай Новый год встречать В Одессу А это был Как раз первый год После всей Этой хуйни Блять Вот Войны И я приезжаю И мы заходим В ресторан В Одессу И входят Какие-то радикалы И Откуда они В Одессе Хуй знает Ты понимаешь И самое главное Что у них правда Вот хочешь меня Хоть убей Это же правда Вот можешь вырезать Можешь не вырезать Звонят малолеткам Лет по 15 Что ли им Блять И у них свастика Блять На мобильном телефоне На заставке Блять Вот хоть убей Блять Да И что Инцидент был Ничего Простили меня Не убили Сказали Что если бы ты был Пореченков Мы бы тебя Выкинули в море Ты знаешь Я тебе скажу Предъявили мне то Что Ваня Пореченков Стрелял Из автомата Блять Где-то он там В репорту стрелял Я не знаю Ну чистый даун Кстати Зачем он это делал Они мне сказали Ну повезло тебе Что ты не Пореченков Ты знаешь Интересный момент Неприятно Все это Дим Вот смотри Я тебе скажу Два слова Все время Российская пропаганда Жи говорила Здесь в Украине Фашисты Националисты Бандеровцы Сволочи И так далее И вот Включают меня В эфир Первого канала Дим Перебить Секунду Когда я своими глазами Видел вот этих людей Со свастикой На мобильных телефонов В это Просто поверить Но в семье Не без урода В России тоже Дофига людей Ходят со свастикой Я в этом уверен Абсолютно И жарят яичницы На вечном огне То есть Это везде есть Когда тебе в Одессе Входит человек В кожаном пальто В пол И когда тебе Практически Ну не пистолет Но у него не было оружие Я же тебе не вру Ты же понимаешь Верю Верю Было очень страшно Ты знаешь Включили меня в эфир Первого канала Когда Зеленский Победил на президентских Выборах Я им сказал одну вещь Первого канала России Ты просто мне задал вопрос Почему В России веришь В фашисты Я сейчас скажу Смотрите Говорю Победа Зеленского Развеяла вообще Все мифы Российской пропаганды О том Что у нас руководят Тут всем бандеровцы Фашисты и националисты Ты же понимаешь Как они в России Все обосрались Такая же капец Честные выборы Произошли Евреи Зеленский И так и честные Они там были Честные абсолютно Коломойский Это у вас Да А это все в пизда Я говорю Смотрите Еврей Зеленский Победил в бандеровской стране 73 или 74 процента голосов При том Что премьер-министр В этой фашистской Бандеровской стране Еврей Гройсман А лидер оппозиции Еврей Робинович Это не цирк Скажи И они всерьез Говорят Что у нас фашисты Я очень плохо знаю Ваши Украинские Вот эти вот Ну как это Ну вот эти вот Штуки Ну вот я тебя не знаю Я очень рад За Зеленского Что бы ты ни говорил А ты ничего плохого Не говорил Да он классный Я его ни разу В жизни не видел Я искренне радуюсь За него Что Ну вот да Мне от него Ни жарко Ни холодно Он мне денег не давал А если бы дал Он мне даже денег не давал Все у него снимались в кино А я даже не снимался Блядь Ну может еще впереди все Подожди Он один срок Отбудет президентом Он больше не идет Будет тебя снимать Не хочу Я не больше сниматься Я хочу В Испанию В Туревех Вот скажи Ты сказал Когда ты говоришь Что нужно уебывать Из этой страны Это я тебя цитирую Ты навсегда покидаешь Россию Да Я готов работать Блядь Грузчиком Хуюльщиком Блядь Я Как Крамеров Знаешь Вот блядь Он когда уезжал Блядь в Америку Он же не думал Что он будет там сниматься Не думал Я готов Вот прям Я вот Зрителям расскажем Приехала моя приятель Станташа Вот сидит здесь Она говорит А что ты в Стамбул Не приезжаешь Я говорю У меня денег нет Сегодня заработали А завтра не заработали А их просто иногда не бывает Мне отрезали все выходы На первый канал Я в черном списке Всех федеральных каналов Вот сейчас про меня сняли Ев Как он называется Пятый канал Снял про меня Пятидесятиминутный фильм Такой портретный Знаешь там где Все артисты про меня Хорошо говорят Блядь Ну сподобились Блядь А до этого Они меня говном всем поливали Блядь Скажи мне пожалуйста Ну вот после всего Что ты наговорил даже Вот честно Россия твоя родина Родину уже не выбирает Ты любишь свою страну? Дима Оша почитай Какая родина? Родина наша планета земля Я так же люблю Украину Как и Россию Так же и Белоруссию Ну а какую родину? Подожди ты в Москве родился Скажи Да В роддоме Глея Романов О в центре Москвы Блядь образованный Ну да А ты знаешь где этот роддом? В районе Арбата Сука Откуда он знает? Да он все знает Там Слушай Я в Москве привозил Помнишь ребенка Вместо встречи Ведь нельзя Да Подкидыш Это мой роддом Да Там Ширвин с Державиной Конечно Да Они мне рассказывали Скажи пожалуйста Хорошо Но ты москвич Ты родился Это твой город Понимаешь Родина Для тебя не существует Не существует А березки родные А московские площади Улицы А Красная площадь Сердце Москвы А мавзолей Ленина Как? Ты это не любишь? По-другому отношусь К этому У тебя не екает сердце Когда ты выходишь На это кладбище В центре Москвы Я имею ввиду Красную площадь Где покоятся Революционеры И Сталин И Брежнев Нет Я вчера купил ботинки Сколько они стали? Я успел Их поцарапать Потому что Вся Москва в говне Я не хочу жить В городе В котором грязно Я хочу Жить в чистом городе Барселоне Мне нравится А скажи пожалуйста Ты сознательно Сейчас говоришь Что ты навсегда Уезжаешь Из России Навсегда Никогда Моей ноги Больше не будет В этой стране А съемки? А если тебя будут приглашать? Меня не будут приглашать А если будут? А если что-то поменяется? Скажи Ничего не поменяется Ты знаешь, Дим Наверное То, что мы с тобой говорили Может быть Я сейчас немножко Басокопарно говорю Наверное Мое время осталось Там, где этот шумер Тебе 42 года Ну что ты У тебя все впереди Леш А с кем сниматься-то? Дим Я сейчас не выпендриваюсь Ну вот с кем? Да мало ли Ну что ты Ну есть же хорошие фильмы Ну хорошо Я молчу Хорошо Я молчу Я тебе не отвечаю То есть в принципе Ты можешь Когда-нибудь сниматься В российском кино Да За деньги я могу все Могу даже отсосать В кадре Да Мы уже Мы с тобой Обсудили Кстати Сколько надо денег Чтобы ты отсосал В кадре Это предложение? Практически Ты меня не возбуждаешь Я же не сказал у меня Я говорю вообще Забей Ну Дим Ну что Блядь Ну Я же тебе пытался Объяснить Это же не буквально Воспринимать Отсосать Я же тебе попытался Объяснить Что если это будет кино Как там Альма-Довар Ну блядь Ну вот Я же про это Тебе говорил Хорошо Возвращаемся к Испании Почему Страну и своего Проживания Выбор в Испании Город Торевьеха Дешевый город А у нас нет денег Для того чтобы У моего друга Лёва Бидва У них особняк Вместе с Бандерасом В Как он называется Это блядь Марбели Дорогой город А Торевьеха Дешевый город И там русские друзья Нашлись И хохлы И все украинцы И они мне помогают И в театальную студию Откроем И То есть ты знаешь Чем ты будешь там заниматься Не знаю Не знаю У нас есть деньги У нас умерла Мамина тетя Мы до последнего Сидели вообще Без денег И То есть Я прилетел к тебе И спрос в жизни остались Мне стыдно Что я в свитере Я думал Ты в футболке будешь А ты в костюме Таком красивом Вчера купил брюки Брионе Ну а говоришь Денег нет Ничего себе Я заработал Тетя Надя умерла Сейчас продаем квартиру Одну квартиру Оставим Чтобы сдавать А вторую квартиру Купим квартиру Там в Испании То есть в Испании Вы будете жить на деньги Которые будете получать От сдаваемой квартиры В Москве Ну да И я надеюсь Что у нас что-то останется Еще Квартира в Москве Стоит дороже Чем в Испании Конечно Леш Ты же понимаешь Ты же сейчас Они же сейчас Вот смотрят Они же думают Что у меня давно Не такой жизни Как раньше У меня был дом На Рублевке Я снимал дом На Рублевке У меня было Несколько машин У меня все было Давно уже Ничего не осталось Хуй без хлеба Доедаем Сейчас знаешь Что скажут Это он потому Ругает Россию Что у него Уже ничего нет А если бы Ничего что-то было Это их дело Я Знаешь Я был счастливый человек Я В 18 лет Я могу тебе тоже Видео показать Я в 18 лет Получил все Что я хотел Даже на концерт Бонжови сходил Круто Круто Мне похуй Что они скажут Скажи Это высшая степень Свободы Когда тебе Похуй Что они скажут И ты не зависишь От чьих-то мнений Выше Ты кайфуешь От этого Страдаю Дочка моя Переживает По этому поводу Потому что Если бы Папа не был бы Идиотом Блять Моей дочке Можно было Купить Что-то большее Чем я сейчас могу Себе позволить Я не могу себе позволить Купить ей Какие-то вещи Ты Буквально сейчас Заканчиваешь Работу Над картиной Которую Сам снял Как она называется Я вернулся У меня снялись Замечательные артисты Никита Жигурда И Мне очень жалко Людей Которые Воспринимают Его Как какого-то Ипотажного человека Он настолько Творческий Ты не представляешь Он мне столько Меня научил Володя Эпифанцев Саша Головин И Выкладываю Наши фотографии Они мне говорят Собрались Блять Алкоголики Все Блять Прости Сняли Я Я счастлив Что Я счастлив Что Повезло Была возможность Упали деньги Сверх То есть Бывает Падают Я не заработал На фильм Упали Да О чем фильм Ты знаешь Я Когда-то Давно Снимался В короткометражном Фильме По рассказу Аркадия Аверченко Невинное создание 20 минут И когда моя Дочка Дочка выросла Я подумал Блин Было бы классно Это переснять И мы Осовременили Осовременили Аверченко Аверченко Ну так Спиздили Ну Советский лад И Сидим в ресторане Пьем С Ромой Качановым Режиссером ДМБ Я говорю Ром Слушай Какой фильм ДМБ Классный Он говорит Слушай А вам что Дают деньги на продолжение Я говорю Ну типа да Он говорит Мы с Охлобыстином Написали ДМБ На коленках За 20 минут Я говорю Ром У нас нет сценария Он говорит Ну напишите И представляешь Мы из короткого метра Написали А я дальше А я не стал ходить далеко Я просто спиздил У Балабанова Блять Я подумал Ну блять Герой Борется за правду Написали за 20 минут И Полнометражный Фильм Как называется Давай скажем Я вернулся Еще раз Я вернулся Я рекламирую свое кино Пожалуйста Посмотрите Тебе нравится это кино В результате Нет Не нравится Что такое Что ж такое Я оказался Не такой талантливый Как Балабанов Ну таким талантливым Как Балабанова Мне хотелось Тяжело быть У тебя снялся Понимаешь Сцена хорошая Сцена плохая Сцена хорошая Сцена плохая Джигурда Вот блять Входит в кадр Гений Следующая сцена Блять Плохо У тебя снялся Никита Джигурда Уроженец Киева Мы хотели позвонить Кстати Мы хотели позвонить И мы сейчас ему позвоним Прямо сейчас Давайте звонить Никите Джигурде Никита Борис Здравствуйте Я привет Суэлёшенька Привет Никит я тебе даю трубку Мы на громкой связи Это Гордонь Никита привет Это Дима Привет Я привет Суэллёшка Рад тебя очень слышать Как я тебя рад слышать Я тебе обещал Про Крым ничего не наговорил Никита Пользуясь случаем Что мы с Лёшей Мы сейчас в эфире Во-первых Я всем уже сказал Что ты уроженец Киева Что ты в Киеве Сделал свои прекрасные Первые шаги Я надеюсь Что Я остаюсь До сих пор Гражданином Украины Меня прессовали Здесь Эти последние Три года Во многом Из-за того Что я Отказался Отказался Принимать Российское Гражданство Мне говорили Напиши От речения От украинского Гражданства Мы никому Не скажем И у тебя Карьера пойдет И все Сделаем Но я Я Позиция Моя Я говорю Крым Юридический Украинский Фактический Взяли Россияне Но юридический Он Никит Нас с тобой посадят Никит Нас с тобой посадят Не посадят Я это на телевидении Говорил Когда мне Предлагали Сказать Что Крым Российский И дадут Зеленую улицу Чего я не сделал И сейчас Ситуация Поменялась Потому что Мы выиграли Суды Во Франции Я доказал Свою невиновность И период Этого Наезда Всех этих Фейков Закончился Увы Я не могу Приехать В Украину Мама С меня Слово Взяла А мама В Украине У тебя? Конечно А ты же не говорил Маме 85 лет Ты же не говорил Про это Никита Скажи пожалуйста Ты же Ты же умный Умный человек Скажи Ты понимаешь Всю эту херню Которая произошла Что это Россия во всем Виновата Конечно Конечно Я на все это Смотрю Как на игру Но Печальную Игру Но верю В то Что Несмотря на То что Происходит Закончится Это должно Хэппи эндом Во всяком случае Никита смотри Мы то что Сейчас мы говорим По громкой связи Мы это снимаем Ты понимаешь Это вот то что ты говоришь Понимаю Понимаю конечно Я понимаю Я не боюсь Конечно Меня здесь За эти три года Так прессовали И дуло У виска держали И заставляли Вообще Признаться Это в том Чего я не делал И грозили Утпить И посадить Скажи пожалуйста Ты хочешь приехать В Киев Я очень хочу Увидеть Маму Естественно Сын говорит Что обращался В СБУ Они говорят У нас нет Претензий Я говорю Ма Я Где груди Я говорю Я хочу Приехать Мам В 85 лет Нет Сынок Я тебя умоляю Плачет Я с радостью Приеду И поговорю С тобой Откровенно Рассказав Свою Свою Позицию Да У меня есть Четкие взгляды На происходящее И я не знаю Знаешь ты или нет Что когда-то Еще Ну до переворота Как я его называю Меня Одегный Бог Звал В свою партию Мы встречались с ним Но Заранее Мне тогда Сказал Что русский язык Мы под запрет Я с этим Не согласился Тогда Как и сейчас Считаю это Глупостью Потому что Нужно было Наоборот Тоньше Поступать Для того Чтобы людей Которые Сочувствуют Украине В России Таким образом Не оскорблять И не отдалять От себя Сто процентов Никита Напоследок Напоследок У нас такая Видишь Импровизация Получается Поскольку Никит Мы просто сейчас Писали интервью Я стал говорить Про тебя А Дима Говорит Давай Никите Позвоним И поговорим Никит Поскольку у нас Поскольку у нас Такая импровизация Я хотел бы Напоследок Чтобы украинец Никита Джигурда Рожденный в Киеве Спел что-нибудь Украинское Это была бы Замечательная Точка нашего разговора Будет Я не знаю Как спеть Но Не помер Я свой стих Который Написал И мне кстати Вино Это что Джигурда Там на Майдане Гимн Пел Украина Я говорю Я пел Гимн Украины Который Я сам Написал Не помре Дух Украины А он в размере Написан Его можно петь Под музыку Гимна Украинского Не помре Дух Украины Бо безмертя Мае Бо душа Ей едина Белый свит Плекает Слава И воля Украины Від негод Лікує Наче Сонячна дитина В собі Бога Чує Розквитай же Щиро Ненько В нашому Коханні Хай Прозриють Вороженьки У Христовім Храмі Хай Відкриють Очі серце До любов Зазнають Хай горілки Вип'ють С перцем І з нами Заспівають Хей Наливайте Повні Чары Щоб Через Вінця Лилося Щоб Наша Доля Нас Не цуравась Щоб Крась Більшість Я не могу Відходь Тресні Блять О чём Ты мечтаеш Скажи Увезти Дочку Из России А в творческом Плане Ни о чём Ни о чём Ни о чём Не насрать На всё это Творчество Блять Давно уже Ни о чём Как ты можешь Ты же талантливый Человек Неужели Ты не хочешь Создать Нечто Не хочу Да ты что Я снял Своё кино Я Снял Плохое Своё кино Я Обосрался Меня Спасли Артиста Никита Джигурда Володя Епифанцев Саша Головин Они Я благодарю Их Что они Бесплатно Снялись В моём кино Кино Плохое Я не получился Балабановым Я думал Что я буду Великий Не получилось Я говорю Честно Абсолютно И И Я тебе честно Интервью Говорю Мы с тобой Честно Говорим Не получилось У меня Не получилось Я хотел Быть Бертолуча А у меня Не получилось Как интересно Будет встретиться Через 10 лет Например Когда ты Сделаешь Ещё много Чего Значительного И напомни Тебе Эти твои слова Через 10 лет Я буду жить В Испании Это моя Последняя Зима В этой Стране А вдруг Не будет Путина У власти Путин Ни при чём Эта Страна Обречена Не понимаешь О чём я говорю Понимаю Конечно Ты С Бориса Годунова Отмотай Плёнку Назад У них Чё-нибудь Поменялось Чего ты Такой умный Это же Минус Не знаю Тебя Был бы Поглупее Жил бы Спокойно Не метался Бы Счастливым Бы Бы Я молчу Я не знаю Чё сказать Ничего Сказать Горе От ума Скажи Я не читал Я правда Не читал Горе от ума Ты Книжки Сегодня читаешь Нет Вообще Вообще А кино Смотришь Ну вот вчера Посмотрел Понравилось Какое-то кино Мне Нет Пересматриваю Старые фильмы То что мы с тобой Говорили Роман Гургенович Балаяна Пересматриваю Ну Бертолуч Наверное Бывает Что во время кино Ты ревешь Как белуга С Тихоновым Плакали Светлана Васильевича Расскажи Приехали На какой-то Фестиваль Давно-давно Он еще жив был Сели И начали Показывать Старые Кадры Военных Фильмов И он заплакал И я заплакал Сидели и плакали Два дровка Тихонов Свои Семьдесят лет И я Леша Палин заплакал Он 20 лет Хороший был человек Очень Не спрашивай Дима Я сейчас Я же правда Ты же меня сейчас Провоцируешь А ты хочешь Чтобы я заплакал Я могу Причем Если ты заплачешь Это будут слезы Не артиста А человека Правда скажи Ты же понимаешь Это Это же Когда мы с тобой Говорим про Тихонова Когда мы с тобой Говорим про Там Про великих людей Это же честно Ты понимаешь Когда ты меня спрашиваешь Про ноги В жопу Блять Или собак Это другое Про Люсю Гурченко Ну как Про них можно говорить Они же Смотри Кино Снимали В такой Несвободной Стране Да А кино Было прекрасное Да что ты наебался Со страны Блять Дим Мы Что Россия Что Украина Мы же все Живем В Советском Союзе Блять Украина Вырвалась оттуда Ты знаешь Дим И Грузия Вырвалась Не вырвалась Пока еще Ну не до конца Потому что Я еще раз Повторяю Свой любимый Конотоп Никуда 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 Не вырвалась Блять Все Мы живем В Совке Просто У вас есть Какие-то Движения В сторону Развития Демократии Ну какой-то Ты лучше меня Это знаешь Я не знаю Я не могу тебе объяснить Я очень рад Что победил Зеленский Я очень рад Что у вас Есть какая-то Какая-то Движуха А у нас Нет Ты сейчас Конотоп Второй раз Вспомнил И знаешь Что я вспомнил В 30 каком-то году Один из классиков Украинской поэзии Максим Рыльский Написал Такое четверостишее Я прочитаю Тебе по-украински А потом переведу Географично Мы в Европе В наикраще Из Ейкраин Але фактично В Конотопе Що мучить нас Як сучий сын Я понимаю Понимаешь Это Рыльский Написал о том О чем ты сейчас говоришь Простите нас Жители Конотопа Мы вас не хотели обидеть Это же Чем мы отличаемся По большому счету Кроме политики Ну я имею ввиду Ты знаешь Ментальность отличается Леш Смотри Чем западнее Не вырезай География Тем западнее люди Чем мы с тобой Отличаемся Ну Не знаю Я такой же Как ты Чем я отвечаю С тебя Не знаю Чего сказать Я хуже Лучше Не знаю Да ты актер Грандиозный Ну ври-ври Давай Не-не Не выру Все кто нас видит Достаточно пересмотреть Любую твою роль Ты везде честный Слушай Ты актер прекрасный Ты понимаешь Я же тебя прошу Почему я тебя прошу Не вырезать Я не вырежу Леш Вот мы сейчас Здесь сидим Сидит Ева Сидит Наташа С украинским паспортом Твоя жена Мы Как-то разделяем Друг друга Твои операторы Стоят Я не знаю Что сказать Кто это все устроил Ты же сам все знаешь Ты знаешь Леш Они Я буду молчать Я сейчас Не говорю лишнего Ты знаешь Леш Я хочу тебе сказать Спасибо Знаешь за что За то что мы с тобой Смогли вот так Встретиться Да Не в Киеве Не в Москве В Стамбуле Но смогли За то что мы с тобой Говорим на одном языке За слезы твои Спасибо Они честные Они искренние За то что Ты человек нормальный За то что Ты душу свою сохранил За то что Ты не поддался На все это говно Которое льется С телеэкранов За то что Ты нашел в себе Смелость Признаться в том Что ты заблуждался Это же не грех Заблуждаться Грех не признать Правда Я молчу Спасибо что приехал Мы с тобой Классно поговорили На самом деле Вот классно Ты теплый Хороший человек Пошли кушать Пошли кушать Скажи Знаешь что Подожди Скажи Напоследок Вот тебя посмотрят Сейчас миллионы людей Скажи что-нибудь Напоследок И пойдем кушать И выпьем с тобой Я к украинцам Обращаюсь Ребятки Мы все Одинаковые Не воспринимайте Русский народ Как Путина И Ты хуйню сказал Да сейчас Я честно Сказал У меня Есть моя подружка Ира Билка Я ее очень люблю Ну скажи Ире что-то Ей приятно будет Не хочу Это сейчас Блядь Я растрогался Пойдемте есть Субтитры создавал DimaTorzok